Этот финал чемпионата мира для Екатерины Гамовой был далеко не первым, но, несомненно, самым особенным. Слишком многое пришлось пережить, осознать с тех пор, как она выиграла здесь же, в Японии, свой первый мир, в 2006 году. Всего год спустя ушел из жизни самый близкий для Гамовой человек, мама, Ирина Борисовна. Папы у Кати не было сразу, изначально. Сына растила одна, конечно, было тяжело. По тем временам очень тяжело было. Мне приходилось больше с Катей быть на тренировке, увел, привел там. Все, она деньги зарабатывала, куда деваться. На заводе работала, в цехе, деньги зарабатывала. Пока уж там ребенок в команду мастеров не взяли, и она там что-то получать начала, очень тяжело было. У меня мама очень хорошо шила, вязала, голая, раздетая я не ходила, я всегда была одета. Может быть, не всегда, может быть, это было красиво, да, но по-другому в тот момент не было возможности. А еще был и провал на Олимпиаде в Пекине, после которого Катя объявила об уходе из сборной. Но потом она все же вернулась. Может быть, потому, что в команде сменился главный тренер. А может, просто не могла жить без того адреналина, что дарят матчи на высочайшем уровне. Я никого не уговаривал, мы просто поговорили. Тем более, что Катя пришла сама, ну вот, увидев определенные перемены в сборной. В общем-то, ей нравится играть, ей нравится побеждать. Мне нужна была просто передышка, да. И мне дали эту возможность. И отдохнув, очень хорошо отдохнув, да, даже не то, что там куда-то съездив, а именно морально отдохнув от волейбола. И я понимала, что я готова снова прийти и работать, и играть. И мне это было вообще совершенно в радость. Слава Богу, наконец-то. Катя Гамова родилась в Челябинске. Росла в маленькой квартирке с мамой и ее сестрой. Отец еще в роддоме отказался от родительских прав. Даже фотографий его в семье не осталось. Сестра у меня высокая была. И это самое, ну вот. И Катя сразу родилась высокая. Папа у нее высокий был. Но она, конечно, переросла. И мама переросла, и папа переросла. Ну, говорят, через поколение. Вот у нас мой отец, он рано очень умер. Я даже вот не помню. Ну, говорят, где-то под 190 было. Любовь Гамова всю жизнь занималась волейболом. Маленькая Катя большую часть времени проводила именно с ней. Как говорят в таких случаях, звезды сошлись. Если официально, да, за началом занятия, то это, конечно, 8-9 лет, когда я пришла в детскую секцию. А неофициально, да, я с малых лет. Я была все время с тетей в зале. Поэтому к спорту я была приближена буквально с пеленок. Поэтому никто меня не заставлял. Для меня это была как бы неотъемлемая часть моей жизни. Ну, единственная трудность была, конечно, то, что моя тетя была моим первым тренером. Это большая трудность для меня была в плане того, что если я, например, в жизни обычно называю ее по имени, да, просто по имени, без приставок тетя, да, то тут мне сразу же сказали, что нет Любы. Здесь Любовь Борисовна, да, и исключительно так мне надо обращаться. Ну, конечно, там знакомых у меня много в разных видах спорта. Они там ее, Люба, да, да, посмотри, какая она у тебя волейболистка, да, посмотри, у нее какие плечи узкие. Да, не, вот посмотри, она вот, она вот прирожденная баскетболистка, посмотри, у нее при чего пояса-то нет, вот ей там бросать надо. Потом гонболист, у меня тоже знакомый там тренер. Люба, давай, вот мы ее там с краю, там, я не понимаю вообще, это гонбольные все эти. Мы ее там центральной, расцентральной, я говорю, ну вы что, пойдем с мамой поговорим, идите, сходите, посмотрим. Я сказала, нет, нет, волейбол. Начало финальной игры ничего хорошего не обещает. У российской команды пока мало что получается, не идут дела и у Гамовой. Первый сет остается за бразильянками. В перерыве главный тренер сборной Владимир Кузюткин успокаивает девочек. Ничего не надо добавлять, пока еще, у них все падает. Им немножко везет, но им дальше. Что-что, а терпеть Катя Гамова умела всегда. Свой характер будущая звезда демонстрировала уже с самых ранних лет. Я была очень худой, и меня больше, наверное, обзывали спичкой, чем каланчо или чем-то таким подобным. У меня была подружка в начальной школе, которая была тоже высокая, но при этом была очень полненькая. Мы с ней удачно действовали тандемом. Те, кто нас убежал, мы их просто ловили вдвоем, да, и, ну, немножко мутузили, грубо говоря. Уже в 16 лет, когда она играла за свою первую профессиональную команду «Челябинский метар», спортсменка заявила в интервью. «Я хочу выиграть все золото мира». Но тогда эти слова могли показаться лишь пустой бравадой. С самого начала второй партии россиянки повели в счете. Потихоньку начинает получаться и у Гамовой. Партия остается за нами. Ничья 1-1. В конце 90-х Катя одна из самых перспективных волейболисток страны. Ее зовут Викатеринбург. Играть в ведущем клубе России «Уралочки». Она еще не знает, уйти из команды будет куда сложнее, чем в нее попасть. Но тогда отказать тренерам она не смогла. Ну, Карболю условия поставил, что нужно в «Уралочку» переходить, если ты хочешь там дальше на высоком уровне играть, на уровне сборной, там сборной, то нужно переходить. Вот она очень переживала, потому что у нее были очень хорошие отношения. Сарагины, который в то время метар тренировал, который ее в суперлиге тренировал уже по-взрослому, но она там очень переживала. Вот она мне звонила, говорит, как, что? Я говорю, ну, Кать, ну что? Ты, говорю, хочешь, хочешь, ревет, не могу. Как я Николаю Михайловичу глаза посмотрю? Да как и чего? Говорю, ну что делать теперь? Ну, все куда-то уходят, переходят. Ну что, следующий этап, что делать? Тренер команды – великий и ужасный Николай Карполь. Игроки звали его папа, но часто не могли сдержать слез, когда папа был не в духе. Это был крик, там, не знаю, какие-то эмоции, но никогда не было оскорблений личностных, да? Вот, поэтому, конечно, когда ты первый раз приходишь, попадаешь к этому человеку, это шок. Потом ты к этому привыкаешь, и это идет фоном каким-то таким, на который ты просто уже не обращаешь внимания, а именно вот из этого крика берешь ту информацию, которая тебе нужна, там, сделать то или иное действие на площадке или как бы себя встряхнуть. Но долго так продолжаться не могло. В 2004-м Гамова, уже признанная звезда, решила сменить клуб. В команде с полувоенной дисциплиной это было сродни дезертирству. Ей светили еще почти 10 лет контракта. У нас произошла переписка этих контрактов, и мы реально узнали и понимали, что переписав этот контракт, то есть никаких шансов уйти из этого клуба у нас никогда не будет. То есть мы все время до конца своей карьеры мы остаемся там, и никакого выбора, права там у нас, да, выбирать что-то у нас не будет. Поэтому как-то мы пришли к тому, что, наверное, нужно что-то делать, и нужно как-то бороться, наверное, за то, за свое, как сказать, право выбора. Она фактически боролась за собственную свободу, за право выбирать место работы. Месяцы судов, месяцы без волейбола. Были разные варианты исхода этого процесса, от того, что я могу начать играть сразу, и до того, что я могу не играть год и два. Поэтому было очень тяжело и морально. Но, в принципе, если я решилась на этот шаг, я знала, на что шла, и потом, я надеюсь, только на лучшее. Но лучшего пришлось ждать долгие месяцы. И все же победа. Суд оказался на ее стороне. Впереди были новые победы и испытания. Сборная опять на грани поражения. Даже у тренера не выдерживают нервы. Приходится брать незапланированный тайм-аут. Как объяснить, скажи мне. Гамова выдает отличный отрезок, но этого мало. Бразильянки хороши. Мы проигрываем третий сет. Если не выиграем следующий, то все, провал. В 2004-м Гамова перебирается в Москву. Быстро осваивается в огромном и незнакомом городе. Кажется, что безумный столичный ритм Екатерину полностью устраивает. Ну, каждый раз приезжаю в Екатеринбург. Приезжаю в Челябинск. Я понимаю, что сюда я не вернусь. Жить я здесь больше не могу. И мой город, в котором я буду жить, это Москва. То есть у меня есть любимые места. У меня есть друзья. Моя семья. Мой муж. То есть это моя жизнь. Моя МЭ. То есть мой этап жизни, который я хочу, чтобы он так и продолжался. Именно в Москве Гамова понимает. Даже самая успешная спортивная карьера быстро заканчивается. Екатерина решает сделать своей профессией журналистику. И поступает в один из столичных вузов. Я могу закончить факультет журналистики. Но все-таки я бы, наверное, хотела заниматься чем-то таким, что будет связано со спортом. С волейболом в частности. Ответственность нереальная. Теперь каждое очко на вес золота. Настрой всей команды сумасшедший. Точку ставит Гамова. Ей к ответственности не привыкать. Счет снова равный. Впереди решающая партия. В ней определится чемпион мира. За год до токийского финала 2010 года всех, кто имел отношение к российскому волейбольному миру, потрясла трагедия. 3 декабря 2009 года прямо во время тренировки стало плохо капитану сборной России Наталье Сафроновой. Диагноз страшный. Инсульт. Вообще ситуация в целом очень тяжелая. И, конечно, для нас, для всех это было большим шоком. И мы помогаем, чем можем. И морально, и как-то материально. Когда мне говорят люди, что мы видели какие-то репортажи, и это ужасно, и как-то тяжело на это все смотреть. И Наташа в очень хорошем состоянии. Я говорю, вы понимаете, что у человека, когда это случилось, говорили, что будет шанс один из ста, что она выживет. И то, что сейчас она показывает, это очень большое достижение для нее, большой результат. Я надеюсь, что она на этом не остановится, а ее вот этот вот прогресс к выздоровлению будет все-таки идти мелкими шагами, какими-то, не знаю, тяжелыми для нее. Но он будет продолжаться. У Гамовой и всей сборной появилась дополнительная мотивация. Они хотели привезти Наташе золотую медаль с чемпионата мира. Россиянки никогда не скрывали, что ехали в Токио, чтобы отстоять звание чемпионок. Начало решающей партии абсолютно ровное. И тут за дело берется девушка из Челябинска, Катя Гамова. Бразилия на лопатках, но не сдается. Тайм-аут, 30 секунд на передышку. Посещение родной спортшколы для Гамовой всегда событие. Встретиться с тренерами, с теми, кто вкладывал в тебя всю свою душу и силы, пообщаться с юными волейболистками, теми, кто сегодня час за часом и день за днем отрабатывает связки, блоки и забегания. С теми, для кого она кумир, звезда, небожитель. Конечно, мы за ней тянемся все. Мы действительно ждали, что она к нам придет. Она действительно наш кумир. Мы хотим таких же достижений, как она, достичь все. Тоже все добиваемся целей, пытаемся. Все стараемся на тренировках. Мне кажется, она была очень трудолюбивая, поэтому у нее все получается так хорошо. То есть это прессы, это посторонние люди, то есть это все говорят, что «Ой, звезда, звезда». Но мы, то есть игроки, мы сами знаем то, что как бы по себе ничего там звездного нету. То есть абсолютно добродушный человек. В национальной сборной России сегодня играют две воспитанницы Челябинской школы. Помимо Гамовой, это Евгения Старцева. И этой связке суждено будет сработать в самый мешающий момент финала чемпионата мира. Последние минуты финальной игры и всего чемпионата мира 2010. Для победы России осталось выиграть всего одну очко. Сейчас все решится. Ну вот сейчас вот он перерыв возьмет. Я поняла, что он сказал «Кате давай». Здесь уже понятно было все, что они не дадут. И при таком счете я уже все поняла, что не отдадут. Что масть пошла, конечно. Что же там придумывать на последний мяч? Решающее очко нашей команде принесла Екатерина Гамова. 35-я в этом финале. Фантастика. Это борьба. Между нами и Бразилия идет давно. Начиная еще с 2004 года, когда мы выиграли у них в полуфинале Олимпийских игр. Поэтому мы знаем точно, что они нас боятся. Это факт. Как говорится, знаете, увидеть страх в глазах соперника. Они могут его скрывать как угодно, но ты знаешь. Может быть, я говорю слишком самоуверенно, но я в этом уверена, по крайней мере. Она очень добрый человек, отзывчивый, старается помочь. То есть никогда не видела от нее такой вот агрессии. То есть как к человеку. На площадке, естественно, да. На площадке она боец, она будет бороться до последнего. То есть если надо, она отдаст ей силы. Катя замечательный человек. Я к ней очень хорошо отношусь. Я могу сказать больше, я ее люблю. А вот я не могу не любить этих девочек, которых я тренирую. И до Кати можно достучаться. Поэтому о Кате я могу говорить только в превосходных тонах. Талантливый, умный, добрый, прекрасный человек. Я желаю ей, чтобы сейчас ей 30, чтобы она еще играла, играла. Потому что без нее она будет очень трудно. И в сборной, и в клубе. Поэтому здоровье ей самое главное, и все самое хорошее. Ее сравниваю с собой. Вот я очень эмоциональная, очень там все переживаю. Там что-то... Мне кажется, Катя, вот какой ее плюс. Не знаю, как, что уж у нее там внутри делается. Но чисто внешне, ну вот монолит. Проиграли там два очка, она там не дергается. Ничего, вот понеслась и понеслась, и понеслась. Я думаю, вот этот плюс. Самый большой. Для спортсмена вот такого уровня, конечно. Я бы так не смогла, наверное. Эмоции от победы еще не успели остыть. Агамова уже объявила. Скорее всего, чемпионат мира 2010 станет для нее последним. Но так просто и сборной она, скорее всего, не уйдет. Ведь Олимпиада ей пока так и не покорилась. Екатерине Первой еще есть что выигрывать. Осталось я последние моменты, ну не последние моменты, да, а последнее время ловить себя на том, что скоро это закончится. И какая-то такая легкая грусть уже наступает при этом. Ну, приятная грусть. Ну, ты понимаешь реально, что это все равно закончится рано или поздно, да. Оглянувшись назад, ты понимаешь, что это не прошло даром и зря, потому что у тебя есть такие великие моменты и победы. То есть, действительно, это воздалось. Ну, есть еще один шаг впереди, который, в принципе, хотелось бы шагнуть на этот Олимп и все-таки покорить его. Субтитры сделал DimaTorzok